Представляю вашему вниманию сервисный центр GSM Moscow. Самые низкие цены, а также интернет-магазин Skladis, продаж запчастей по всей России. Всем привет, с вами GSM Moscow. Сегодня мы заменим экран на iPhone 6s. Приступим. Для начала необходимо открутить два нижних винтика. Первый и второй. Откручиваем первый. И второй. Открутили. Теперь либо медиатором, либо лопаткой необходимо поддеть экран между корпусом и экраном. Нужно поддеть аккуратно, отчелкнуть его в начале в нижней части экрана. Отчелкиваем. Аккуратно нужно отчелкивать, еще раз повторяю. И необходимо открыть нижней частью аппарата. После чего необходимо открутить металлическую защиту. Откручиваем. Первый винтик. Второй винтик. Третий винтик. Четвертый винтик. После чего нужно снять защиту пинцета. Снимаем. Далее необходимо отсоединить разъемы от печатной платы. Отсоединяем. Отсоединили. Все. Разбитый модуль снят. Теперь необходимо снять с данного модуля все необходимые комплектующие. Это динамик, верхний шлейф, кнопку HOME. Откручиваем винтики. Необходимо открутить три винтика. Один открутили. Второй. И третий. После чего снимаем металлическую защиту. Аккуратно снимаем. И вытаскиваем слуховой динамик. Вытащили. Далее откручиваем винтики. Сбоку модуля. Один. Два. Третий. Четвертый. Пятый. И шестой. Откручиваем винтики. Теперь откручиваем кнопку HOME. Металлическую защиту сначала нужно снять с кнопки HOME. Аккуратно откручиваем. Открутили. Далее необходимо снять металлическую защиту. Снимаем ее аккуратно пинцетом, не повреждая кнопку HOME. Сейчас необходимо отсоединить шлейф кнопки HOME. Это делайте очень аккуратно, если вы повредите шлейф на кнопке HOME. У вас не будет работать кнопка HOME и не будет работать Touch ID. После чего снимаем заднюю защиту экрана, аккуратно снимаем, она довольно таки легко снимается. Нужно просто аккуратно. Сняли. Теперь необходимо демонтировать верхний шлейф. Его снимайте аккуратно, потому что его легко повредить. Это направляющий сняли фронтальной камеры. Снимаем верхний шлейф. Он приклеен. Так что аккуратно его снимите. Все, сняли. Все, модуль полностью разобран. Все, откладываем битый модуль в сторону. Он нам больше не понадобится. Берем новый модуль. Теперь необходимо все снятые детали с предыдущего битого модуля поставить на новый модуль. Уступаем. Устанавливаем заднюю защиту. Уже необходимо теперь прикрутить все винтики. Так, все поставили ровно. Теперь прикручиваем винтики. Винтиками не ошибайтесь, так как у них у всех разный размер. Прикручиваем первый винтик. Второй винтик. Третий винтик. Если отрицать с другой стороны, также нужно прикрутить три винтика. Первый. Второй. И третий. Прикручиваем. Прикручиваем. Мы прикрутили все винтики. Теперь необходимо установить остальные комплектующие. Устанавливаем. Устанавливаем. С кнопкой HOME будьте очень аккуратны. Это самая нежная деталь. Вообще в аппарате. Устанавливаем кнопку HOME. Аккуратно устанавливаем. И вставляем в разъем. Теперь устанавливаем защиту кнопкой HOME. Металлическая пластина. Прикручиваем винтики. Первый. Второй. Второй. И третий. Все прикручиваем. Теперь необходимо установить верхний шлейф. Шлейф. Берем направляющий фронтальной камеры. И устанавливаем его на модуль. Установили. Потом берем шлейф. И устанавливаем шлейф верхний. Динамик. Так. Установили. Берем динамик. Устанавливаем динамик. После чего. Устанавливаем фронтальную камеру. Устанавливаем фронтальную камеру. И направляющую. Берем металлическую защиту. Устанавливаем фронтальную камеру. И устанавливаем ее в задней части. Так же как снимали. Теперь необходимо прикрутить винтики. Так. Кручиваем. Первый. Второй. И третий. Все. Мы установили верхний шлейф. с динамиком и фронтальной камеры. Теперь необходимо установить модуль в аппарат. Для этого для начала подсоединяем шлейфа. Шлейфа защелкиваем. Теперь берем металлическую защиту шлейфов и прикручиваем ее. Первый винтик. Второй винтик. Третий винтик. И четвертый. Будьте внимательны. Винтики разных размеров. Необходимо вкручивать винтик именно туда, откуда вы его выкручивали. Не путайте. Все, прикрутили. Теперь устанавливаем модуль. Его необходимо защелкнуть в корпус. Для этого вам необходимо для начала защелкнуть в верхней части, придавив модуль. Вот в пазике, как мы тут вам показываем. В пазике все так. Все. И защелкиваем его. Защелкиваем. Все. Все. Модуль собран. Теперь необходимо установить нижние два винта. На данном видео мы вам показали, как самостоятельно заменить экран на iPhone 6S. В нашем сервис-центре GSMOK мы его меняем за 10 минут. Если же вы хотите заменить его самостоятельно, вы можете приобрести все необходимое в нашем интернет-магазине. Продаем запчасти во всех регионах России. Всем пока. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки.